Ну давайте тогда его дальше переходить, если вопросов больше нет. Следующая презентация, так, да, сейчас скажу, она долгая, но она важна. В ней есть несколько рекомендаций, которые являются, одни являются обязательными для выполнения, другие являются желательными для выполнения, поэтому вот надо бы её как-то вам послушать и не пропустить. Так, сейчас сделаю сфер 11. Ну вот презентация такая, посвящена интерфейсу, руководству по интерфейсу Тайзен. Вот здесь написано Тайзен 2.2, но Тайзен 2.2 это актуальная сейчас версия. Та, которая есть на устройство для разработчиков, и вот то, что выйдет ближайшее на Тайзен, оно будет, в принципе, удовлетворять вот эти вот требования. Есть небольшие изменения по сравнению с Тайзен 2.1, но вот эта презентация, она актуальна. Давайте я немножко о планах поговорю. То есть основные пункты – это принципы дизайна, общие рекомендации по построению интерфейса. То есть не только по Тайзен, вообще говоря, которые применимы для разных устройств. Обзор интерфейса – это обзор некоторых фрагментов интерфейса, которые есть в Тайзен. То есть как там выглядят, например, рабочие столы. Основные элементы взаимодействия – это то, как происходит взаимодействие пользователя интерфейса. То есть обзор таких элементов, которые способствуют вот этому взаимодействию. Библиотека дизайна – это те элементы, которые вы можете использовать для построения ваших собственных приложений. Ну и стиль оформления – это некоторые рекомендации, и обязательные, и нет, которые связаны со стилем, с иконками, со шрифтами и так далее. Ну давайте дальше уже переходить. То есть это еще один предварительный слайд – сенсорные жесты, которые поддерживают Тайзен. Ну, я думаю, здесь вы для себя ничего особо нового не найдете. С другой стороны, вы видите, что поддерживается все, что нужно. То есть это и жесты, связанные с одним касанием, жесты, связанные с двумя касаниями, то есть пень жесты. Ну, все скандартное тут есть. Ну, тем не менее, вот посмотрите на иконки, просто у меня на некоторых картинках будут использоваться эти иконки для обозначения жестов. Вот, в принципе, ничего такого особо непонятного в этих иконках быть не должно. Ну, давайте просто перейдем, если вопросы будут, а в то дело будем разбираться. Вот принципы дизайна, три основных принципа, то есть о том, что нужно показывать, как нужно показывать, как вот должно себя вести то, что вы показываете. Ну, давайте про акцент на содержимое поговорим. То есть основная, вообще на самом деле это вот такой основной посыл для построения интерфейса, что демонстрировать нужно основное содержимое. То есть у вас все содержимое, весь тот контент, который вы показываете пользователю, можно распределить по степени важности. И вот то, что самое основное, его нужно выделять. Выделять либо цветом, либо размером шрифта, либо его расположением в программе. Но важно, чтобы пользователь видел и понимал, что самое важное. Ну, вот еще помимо того, что самое важное, нужно понимать, что важному отображению, отображению важного контента не должно мешать какой-то другой контент, например, какие-то не очень важные уведомления. Если у вас есть какое-то уведомление, например, ну, не знаю, какой-то неважный процесс завершился, его можно вывести вот как такое всплывающее уведомление в хедере, оно не помешает работе пользователя с основным приложением, но тем не менее пользователь его заметит. То есть момент такой, не нужно пользователю мешать работать с важным контентом, какими-то неважными уведомлениями. Ну, еще один важный момент, связанный с важной информацией, это то, что ее нужно показывать в первую очередь. Вот то, что основное, то, что наиболее важное, должно быть сразу доступно пользователю. Если есть какая-то другая информация, ну, пускай она тоже будет доступна пользователю, но не сразу. То есть сделали прокрутку влево, вправо, вверх, вниз, и там до нее достучались. Но вот изначально нужно показывать важную информацию. Ну, и вещь, которая связана в основном с интерактивными приложениями, с развлекательными приложениями, но на самом деле хорошо применима для других приложений, это то, что у вас интерфейс, то, как вы его построили, то, как вы его используете, он должен быть привлекательным, он должен быть интерактивным, ну, например, использовать какие-то визуальные эффекты. Вот здесь показана картинка одного из вариантов того, как может выглядеть Tizen Store на коммерческих устройствах. Вот видите, красивая графика, в принципе, все должно быть понятно, и пользователям должно быть интересно. Следующий момент – это целенаправленность. Еще один принцип. То есть, ну, можно говорить не только о важной информации, можно говорить о функциях. То есть функции приложения тоже можно упорядочить по степени важности. Поэтому наиболее часто используемые, наиболее важные функции делайте наиболее доступными. То есть освещайтесь на основном экране, чтобы пользователь мог сразу к ним получить доступ. А они не востребованы, можно скрыть, можно сделать, чтобы они были доступны, ну, например, по нажатию кнопки меню. О кнопках я немножко подробнее потом скажу. То есть появлялись после каких-то дополнительных действий. Ну, еще раз, по умолчению нужно показывать только важную информацию, а вот дополнительную по запросу пользователя. То есть какой-то запрос, например, развернуть, свернуть элемент списка, показать, что в нем находится. Это дополнительная информация, и для ее получения нужно делать какие-то дополнительные жести. Монент связан с минимизацией усилий пользователя. Ну, давайте я на примере вам покажу, что это означает. Например, есть у вас какая-то формочка, которая пользователь заполняет. Поля. И их нужно заполнять в каком-то определенном порядке. Вот пользователь заполнил поле, и чтобы ему самому не выбирать, куда тыкнуть, чтобы фокус перевести, очень неплохо бы, чтобы фокус переводился автоматически. То есть вы минимизируете усилия пользователя, делаете вот ему такую помощь, переводя, например, фокус. Ну, вот это вот минимизация усилий пользователя. Наглядное отображение доступных действий. Ну, я тоже, например, с формочкой приведу. То есть, например, форма требует обязательного заполнения некоторого набора полей. Вот пока эти поля не заполнены, лучше либо скрыть, либо затемнить, сделать неактивной кнопку подтверждения этой формы. И пользователь будет знать, что ему нужно еще что-то заполнить, чтобы двигаться дальше. А как только пользователь заполнил форму, все необходимое, что нужно, он заполнил, эту кнопочку нужно сделать активной, чтобы пользователь понял, что все, что нужно, он сделал, и можно продолжать завершить заполнение формы и двигаться дальше. То есть идея такая. Если что-то недоступно пользователю, это надо либо скрывать, либо делать неактивным. Если какие-то функции становятся доступными пользователю, их нужно отображать как доступной, чтобы пользователь понимал, что он получил новую функцию. Адаптироваться. Это о том, как ваш интерфейс должен себя вести. Ну, основная идея такая. Ваше приложение должно быть хоть немножко интеллектуальное. Постарайтесь собирать какую-то статистику действий пользователя, какие функции вы используете наиболее часто, и тем самым вы сможете предоставить легкий доступ к наиболее нужным для пользователя функциям. Ну, вот здесь основная идея такая. Просто собирайте статистику, предоставляйте доступ. Но, собирая статистику, вы можете сделать еще немножко более хитрую вещь, которую тоже очень полезно иметь в ваших приложениях. На примере, браузер. То есть браузер, собирая статистику, он оценивает, какие сайты пользователь посещает, и на основе этой статистики может делать рекомендации, рекомендовать какие-то другие сайты с этим связаны. Но, если такова, у нас рекомендация тоже использовать подобный подход в своих приложениях. Если пользователь использует какие-то функции наиболее часто, ну, можно делать ему рекомендации, рекомендовать использовать какие-то другие функции, которые могут оказаться ему полезны. Настройки приложения. Как можно использовать настройки приложения? Их можно использовать либо для расширения функционала, для каких-то дополнительных функций, либо для настройки вида приложения. Ну, вот рекомендация следующая. Старайтесь, чтобы в настройках вашего приложения была возможность у пользователя выбрать какие-то особенности отображения, особенности взаимодействия с приложением, чтобы ему было более удобно. Просто, чтобы можно было кастомизировать ваше приложение, каждый пользователь это мог сделать. Следующий пункт, второй, это обзор интерфейса, какие элементы интерфейса есть в Тайзен. Сначала гранд-докировки. Ну, есть, по-моему, сейчас на всех мобильных устройствах, в нем, как всегда, отображается самая нужная, минимум необходимая информация. Это время с датой, это пропущены звонки, это неповещенные смски. То есть, когда вы свое устройство достали, оно еще заблокировано, тем не менее, вы можете видеть вот эту вот необходимую информацию. Еще один экран, домашний экран. В Тайзене, на домашнем экране находятся иконки приложения. Ну, вот они все крутые, как вы видите, об этом мы еще немножко отдельно поговорим. Клик по иконке, запуск приложения, в общем-то, все просто. Если иконок становится больше, если они не влезают на один экран, то появляется возможность прокрутки экрана в его право, тем самым получать доступ ко всем приложениям. Строка состояния панели уведомлений. Ну, строка состояния, то, что было еще очень давно на устройствах. Строка, в которой отображается необходимая минимальная информация, время, уровни сигнала и уровни заряда. Ну, что еще? Уведомления какие-то там тоже могут появляться. Ну, вот то, что появилось на москрешествии в Android, когда вы стягиваете вниз, вот этот вот строк состояния, у вас появляется дополнительная панель. Дополнительная панель – это дополнительная информация. Вот она называется панель уведомлений. В Тайзене на этой панели находятся разные виды уведомлений. То есть там могут быть и то, что устройство подключено куда-то, и активные загрузки, и информация о сообщениях, и информация о пропущенных звонках, и уведомления, которые генерируют приложение. Генерировать уведомления очень несложно. И возможность перейти к соответствующим приложениям по клику по этому уведомлению. Ну, вот такая тут панель уведомлений. Следующий важный момент. Тайзен разрабатывается как изначально многозатачная система. Я думаю, вы знаете этот опыт и Android, и iOS, какие у них были казусы с многозатачностью. Но Тайзен это полностью многозатачная система. То есть в этом смысле она гораздо больше похожа на MIGO, на MAMO, ну, в общем, на десктопные операционные системы. И здесь есть некоторые рекомендации. Рекомендации следующие. Если ваше приложение сворачивает, если оно уходит в фон, то нужно минимизировать потребление и памяти, и энергии. То есть в фоне выполнять только минимум необходимых функций. Но это некоторое пожелание, которое на самом деле бывает проверяется в магазине производства. То есть вот это важно соблюдать. Но когда приложение разворачивается обратно, то нужно пользователя возвращать к тому же экрану, в котором оно было свернуто. Если вы используете стандартный компонент, именно так и будет происходить. Элементы взаимодействия. То есть как происходит, что пользователи наблюдают при взаимодействии с интерфейсом. Устройство Antizen поддерживает и портретные, и ландшафтные режимы. То есть на самом деле четыре режима. Два портретных в двух положениях, и два ландшафтных или альбомных тоже в двух положениях. Ну, какой важный момент. Если у вас приложение поддерживает два режима, оба режима, то нужно сделать так, чтобы каждый экран этого приложения поддерживал тоже оба режима. Если в каком-то режиме есть набор функций, например, портретных, то нужно, чтобы в ландшафтном режиме был такой же набор функций. Информация нужна, чтобы отображалась тоже одна и та же в обоих режимах. Ну, вот есть такой хитрый альбомный вид, называется разделенный альбомный вид. О нем мы немножко подробнее поговорим, но идея такая, что у вас, когда вы повернули приложение в альбомный вид, особенно если у вас приложение в бровиде списка, то является дополнительное пространство, на котором можно размещать дополнительную информацию. Ну вот, там есть некоторые особенности, которые отдельно мы обговорим. Ну, кроме того, есть большой класс приложений, то есть, например, это их, например, это видеополный оигрыватель, например, это приложение камеры, из которых желательно использовать экран на телефоне. Соответственно, полноэкранный вид тоже может использовать приложение, написанное под пальцем. Ну, давайте о разделенном виде поговорим. Поговорим на примере общей. То есть, вы держите устройство в конкретном виде, у вас есть список писем. Когда поворачиваете в альбомный вид, у вас этот список письмов остается, но на дополнительном пространстве вы можете выводить письмо. Отдельное письмо, то есть, чтобы не переводить пользователя на дополнительный экран, на другой экран, вы можете само письмо и какие-то простейшие функции взаимодействия с этим письмом отображать вот в этой правой части. Идея, основная идея такая, что если у вас есть дополнительное пространство, его можно использовать для того, чтобы не создавать отдельный экран, не мучить пользователя дополнительной навигации по приложению. Но вот этот слайд особенный. Чем он особенный? Здесь появились примеры кода. На самом деле в моей презентации будет несколько таких слайдов, на которых есть примеры кода, которые позволяют реализовать рассмотренные вот здесь элементы, ваших приложений. То есть, вы сможете перенести опыт разработки своих приложений. Вот. Ну, здесь примеры, что мы укладываем. То есть, разделитель, какой он бывает? Он бывает фиксированный, когда его нельзя никуда сменить, он бывает перемещаемый. То есть, вы нажимаете пальцем на разделитель, и его можно перемещать влево-вправо, тем самым уменьшая, увеличивая нужное поле. Ну, если присмотреться, разделяются они буквально одним словом. В одном слове datafix сравняется true, в другом случае она равняется false. Ну, давайте мы поприветствуем, не напишем. Я дальше буду пока двигаться. Значит, навигация. Вот есть некоторые особенности навигации, связанные с разделенным видом. То есть, ну, либо вы повернули в разделенный вид, то есть, из портрета в ландшафт и сделали какое-то действие. Например, был у вас список писем, вы тыкнули и выбрали какое-то письмо. Тогда, когда вы возвращаетесь в портретный вид, правильнее показывать это письмо. То есть, то, что было выбрано. Если вы не делали никаких действий, то правильнее показывать тот же экран, который был отображен для этого. Ну, в принципе, здесь все логично, ничего особенного не происходит. Но отдельно вообще о принципах навигации сейчас еще поговорим. То есть, первое и, наверное, самое важное, это то, что нужно держать пользователя в курсе, где он находится сейчас в вашем приложении. Он должен понимать, на каком экране он находится и как этот экран относится к основному экрану, который появлялся первым. Ну, как это можно делать? Либо писать название экрана в хедере, либо отображать какие-то дополнительные иконки, ну, либо даже отображать уровень вложенности. Как еще можно делать навигацию? То есть, вот в хедере, что вы еще можете отображать в хедере? Ну, например, по вкладке. То есть, при этом по вкладкам вы меняете экраны, но при этом, что важно, введите в виду, что та вкладка, которая активная, ее нужно подсвечить. Ну, по умолчанию, если вы используете стандартный компонент, она будет подсвечиваться, полоски снизу, ну, лучше так же делать. То есть, нужно, чтобы пользователь понимал, на какой вкладке он находится. И вот про аппаратные кнопки отдельный слайд. В общем, слайд, который связан с отличием, который появился после Tizen 2.1, который появился в Tizen 2.2. То есть, это то, что каждое мобильное устройство на Tizen будет обладать, как минимум, тремя аппаратными кнопками. Это кнопка «Домой», это кнопка «Меню», это кнопка «Назад». То есть, когда вы разрабатываете свои приложения, вы, может быть, можете быть уверены в том, что у пользователя будет возможность нажать вот одну из этих трех кнопок. И немножко об использовании кнопок «Назад» и «Домой» мы поговорим отдельно. Но кнопка «Назад» — это вообще кнопка, которая наиболее часто используется именно для навигации. Какая ее основная задача? Либо возвращать пользу к предыдущему экрану, либо отменять какое-то действие, которое сейчас происходит. Ну, вот такие вот основные функции кнопки «Назад». Как работает коммуникация с использованием «Назад»? Ну, например, если вы открыли панель уведомлений, то есть, провели статус «Бару внизу», то есть, кнопка «Назад» должна открыть эту панель уведомлений. То есть, вы возвращаетесь на тот же экран приложений, который был до открытия панели уведомлений. Если приложение никакое не было активно, вы возвращаетесь на домашний экран. Ну, давайте дальше. Если вы используете какую-то навигацию внутри приложения, тогда кнопка «Назад» она по умолчанию возвращает на предыдущий экран, но есть отдельный случай, когда она не работает, не должна работать по рекомендации. Например, если вы используете вкладки. То есть, вкладки — это на самом деле один и тот же экран, просто разное содержимое, разное назначение. Кнопка «Назад» она должна возвращать на предыдущий экран, а не на предыдущую вкладку. Вот такой основной посыл. Ну, и разделы — это, по сути, аналог вклада, который используется не в хедере, а в футере. Если у вас происходит навигация между приложениями. То есть, если вы из одного приложения вызвали другое приложение. Ну, такое тоже есть, такое бывает, и это очень легко реализуется с помощью API. Тогда что происходит? Когда вы нажимаете кнопку «Назад», вы возвращаетесь в предыдущее приложение. То есть, в принципе, все логично, но единственный момент, что вы возвращаетесь на тот экран приложения, из которого вы вызвали новое приложение. Кнопка «Домой». Для чего она вообще-то не служит? Она служит для перехода к домашнему экрану. Ну, кнопка «Домой» и домашний экран — все вполне соответствуют друг другу. Если вы нажимаете кнопку «Домой», текущее приложение сворачивается. То есть, оно продолжает работу, но работает в фоновом режиме. И у вас появляется домашний экран. Как вернуться к приложению, которое было свернуто? Можно либо еще раз на значок приложения нажать, когда оно появится из фона, либо подержать кнопку «Домой», тогда отобразится «Беспечер задач», и в нем выбрать это работающее приложение, тогда оно тоже откроется. «Dynamic Box». Что это за элемент такой? Ну, это такой особенный, хитрый элемент «Talizen», который в других системах, наверное, больше известен, как виджет. Но это немножко хитрая разнообразность виджета. Что он позволяет делать? Он позволяет выносить на домашний экран некоторых функционал приложения, отображать какой-то минимум информации и минимум функций, связанных с приложением. Ну, например, показывать часы. Хороший пример – часы. То есть, динамический кубичок, находящийся на домашнем экране. Вот вкупе с «Dynamic Box» идет элемент, называемый «DropView». То есть, штука, которая позволяет расширять функционал и расширять область отображения «Dynamic Box». Можно туда дополнительные функции поместить, можно какую-то дополнительную информацию поместить в «DropView». Вот еще одна хитрая вещь, которую я не научился реализовать с помощью веб-технологии. Я думаю, что это с помощью веб-технологии сейчас не сделать. Но, тем не менее, в документации по Тайзену есть что-то, называемое мультиокнот. Что это такое? Это когда у вас есть одно приложение, а поверх него отображается окошечко с другим приложением. Какой пример? Например, вы в качестве основного приложения используете браузер, а у вас вот в маленьком окошечке играет какое-нибудь маленькое видео. Оно, окошечко плавающее, находится просто поверх другого приложения. Что в нем отображается? В нем отображается какая-то информация этого приложения, ну, какие-то простенькие элементы для того, чтобы им управлять. Можно это окошечко вернуть к полному виду. Ну, в общем, какие тут важные моменты? Нужно, чтобы приложение, которое будет минимизировано, была функция деминизации. Нужно, ну, и вот это вот минимизировано окошечко, его можно обсудить обратно. Кроме того, его можно перетаскивать за заголовок, его можно изменять в размерах. Ну, вот так все. Теперь мы поговорим о уведомлениях. Какие уведомления бывают в Тайзел? Ну, во-первых, то, о чем мы уже говорили, это панель уведомлений. Чем она особенная? Тем, что к ней можно получить доступ, вообще говоря, из любого приложения, если она не на полный экран. То есть просто сверху тянете, у вас появляется панель уведомлений. Ну, я уже говорил, что на ней бывает информация о сообщениях, о пропущенных звонках. Но, кроме того, есть еще на ней прогресс-бары. Можно размещать прогресс-бары, которые позволяют отслеживать ход выполнения каких-то процессов. Ну, например, если идет загрузка файла из сети, можно отображать, сколько процентов файла загрузилось. В Тиккере еще один вид уведомлений. Это такие двухстрочные надавления, которые появляются вверху приложения. Ну, кроме того, у Тиккера могут содержать кнопку, могут содержать иконку. Ну, здесь есть просто пример, который реализует Тиккер, который содержит все. То есть он содержит иконку, и строку, и подпись, то есть две строки, и вот ход, который этот Тиккер вызывает. Ну, копить все делается очень несложно. То есть вот раз, два, ну даже, можно сказать, как одну, один, два, три, четыре, пять. Пять строк для описания Тиккера, и у нас только, чтобы его отобразить из вашего приложения. Кирилл. Да, спасибо. Я потом попью. Когда вопрос начнется. Когда голос кончится. Или когда голос кончится. С половиной уведомлений. Еще один вид уведомлений. Ну, на самом деле, это то, что вы наверняка уже везде видели. Может где-то вы их более, знаете, попапают. Но это с половиной уведомлений. В общем, какая у них основная цель. Ну, они бывают разные. То есть это либо обовещение пользователя о какой-то важной информации. Просто оно появляется на некоторое время, потом исчезает. Но важный момент такой, что пользователь не может продолжать работу со своим приложением, которое было активно, до тех пор, пока это уведомление не пропадет. То есть здесь, если вам нужно показать важную информацию, вы используете попап. Кроме того, если информация очень важна. То есть нужно заведомо быть уверенным, что пользователь прочитал ее. Хотя на самом деле далеко не всегда это работает. Особенно знаю российских пользователей, которые... Особенно если им предлагается информация о лицензиях. Суть такая. Помещайте кнопку. То есть этот попап пропадает, когда пользователь нажимает кнопку. Ну, еще. В случае, когда у вас будет вызвано действие, которое невозможно отменить. Например, удаление очень важного файла. Ну, не обязательно важного, но, в общем, которое нельзя отменить. Тогда можно вот вывести попап, который предложит выбор. Действительно ли пользователь согласен продолжать это действие? Либо нет. Вот. Попапы, они такие бывают. Вот здесь вот показан код, который позволяет реализовать вот такой попап. То есть попап и две кнопочки. Если вы кнопочки не вставляете, будет сам просто попап. Ну, тоже на самом деле декларативно они описываются очень несложно. Значит, и уведомления. Ну, как-то применимо. Давайте я на примере покажу. Если у вас есть приложение сообщений. Какие будут сообщения? Будут входящие, исходящие, еще какие-нибудь там диалоги, например. Вот. Если у вас есть непрочтенные входящие сообщения, можно показать такой значок, который говорит, сколько этих сообщений есть. То есть это тоже уведомление пользователю. Ну, при изменении количества непрочтенных сообщений, количество таких уведомлений может изменяться. То есть число в этом значке может поменяться. Но это правильно делать. Следующие элементы связаны с редактированием. Как можно изменять контент в приложении Appartizer? Ну, если ваше приложение допускает возможность создания новых элементов, а это, на самом деле, это важная функция должна быть, поэтому кнопочку, которая позволяет это делать, лучше помещать на основном экране, ну, например, в хедере или в футере. Так. Ну, вот вы создали элементы, но элементы обычно еще бывают возможность удалять. То есть если у вас приложение допускает удаление хотя бы одного элемента, постарайтесь сделать так, чтобы можно было выбрать несколько элементов для удаления. Это обычно очень у вас требовала функция. Такое групповое удаление делать. Соответственно, если приступить к перемещению и копированию элементов, тоже желательно делать эту функцию другоположную. Пользователь мог и один элемент так переместить и удалить, и сразу двух элементов. Но вот когда происходит работа с группой элементов, сразу возникает желание у пользователя. Ну, не всегда, но очень часто, выбрать все элементы. Поэтому, как только у вас появляется окно с возможностью выбора нескольких элементов, добавьте на него кнопочку, которая позволяет выбрать все элементы на этом окне. Еще одна тоже очень распространенная вещь. Если с каким-то элементом вашего интерфейса связаны дополнительные функции, то сделайте так, чтобы они были доступны по долгому нажатию на этот элемент. Просто обработайте события долгого нажатия, ну и выведите диалог с этими дополнительными функциями. Следующий элемент – это доступность. То есть, вообще, на что ориентирована вот эта часть? Она ориентирована в основном на людей с ослабленными возможностями созрения. Тайзен предлагает функционал для чтения текста с экрана и озвучивания элементов интерфейса. Но в этом случае нужно понимать, что интерфейс лучше строить как-то логично. И элементы, которые можно прицеплять текстовые метки, тоже лучше называть как-то логично. И упорядочить их лучше тоже в каком-то правильном, хорошем порядке. Вот здесь на слайде показан пример того, как это сделать для аудиопроигрывателя. То есть, как-то порядочить или нет, как их лучше назвать, так, чтобы работать было удобно. Ну, помимо всего прочего, раз у вас приложение допускает работу почти не глядя, то неплохо бы, чтобы оно правильно обрабатывало жесты. То есть, жесты, которые можно совершать с экрана устройства. Вот здесь показана табличка с примерами адекватных жестов, то, как лучше их обрабатывать. И еще важный момент, вот то, что очень часто происходит на устройствах. Ну, например, у меня родители, они обычно выбирают шрифт больше. То есть, они в настройках устройства делают так, чтобы, ну, либо в настройках устройства, либо в настройках приложений, так, чтобы шрифт был как можно больше, чтобы его можно было проще прочитать, не напрягая глаза. Что это может вызывать? Ну, такое тоже бывает, что весь интерфейс приложений, который был заточен в какой-то определенный размер шрифта, он уезжает. То есть, все делается некрасиво, все делается расположимся. Вот, так что, когда вы разрабатываете свое приложение, имейте в виду, что шрифт может измениться, и старайтесь построить его так, чтобы оно не расползалось. Так, давайте мы все-таки тут чему-то так глотнули до библиотеки. Так, ну, продолжим. Значит, следующий раздел – это библиотека дизайна. Вот тут уже за это будут у нас примеры кода, потому что это те элементы, которые вы можете внедрять в свое приложение. Ну, давайте посмотрим, из чего у нас состоит страница. Вот здесь код, код, минимальный код, который позволяет создать такую полноценную страницу. То есть, страница, которая содержит хеддер, которая содержит футер, и которая вот терраса. Ну, как видите, сколько тут всего строк? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять строчек, и вы уже имеете страницу вашего приложения. Страница описывается таким образом. Ну, то есть, давайте еще раз, ваш длинный момент – это хеддер сверху, хутер снизу, и то, что посредине тела. И давайте об этих элементах поговорим отдельно. Базовый хеддер. То есть, самый простой хеддер. Что он подразумевает? Что в нем есть какая-то надпись, которая соответствует содержимому экрана приложения. Ну, еще в него можно добавить кнопочки, либо с оконками, либо с текстом, которые позволяют вызывать какие-то функции. И снова пример кода, который позволяет сделать хеддер с иконкой, с текстом, с подписью к этому тексту, и двумя кнопочками с иконкой. Ну, на самом деле, тоже все делается очень несложно. Но, кроме того, на хеддере, об этом мы уже говорили, можно размещать вкладки. То есть, можно делать подпись и вкладки, можно делать просто вкладки. Но, пожелание, в общем-то, даже рекомендация такая. Если у хеддера размещать и вкладки, то не надо в нем размещать никаких других элементов управления. То есть, если есть вкладки, то нет кнопок. Если есть кнопки, то нет вкладок. Потому что это уже очень сильно нагружает хеддер. Ну, вкладок на хеддер влезает не больше четырех. Если их больше четырех, то их можно пролистывать вправо-влево. Стандартные элементы интерфейса будут работать так. Футер. Для чего нужен футер? Для размещения функциональных кнопок. То есть, для размещения кнопок, при нажатии которых что-то происходит. Рекомендуется размещать не больше трех кнопок. То есть, выделить наиболее основные, наиболее важные функции. А все остальные функции поместить в меню, которое будет вызвано по нажатию соответствующей кнопочки меню. То есть, выделяете основные функции, помещаете их в футер. А остальные функции в дополнительное меню выбираются. Здесь пример построения футера с тремя кнопками. Но если какие-то кнопки лишние, то можно просто код убрать. Вот отдельно о телеприложении. То есть вообще самый распространенный вариант построения телеприложения – это список. Список каких-то элементов. То есть либо список, либо табличка, например, в случае галереи. Так вот, такие бывают вообще элементы списков в Тайзе. На самом деле, каждый элемент списков в Тайзе, он может содержать очень много всего. Может содержать информацию, может содержать элементы управления, может содержать не только текстовую информацию, но и иконки, разные кнопочки. Ну вот здесь вот на картинке четыре элемента показывают. И код, который эти четыре элемента привезут. Тоже представлен рядышком. То есть и кнопочки, иконочки, и тексты, и подписи – все тут можно несложно изменить. Еще отдельно из списков такая рекомендация. Часто бывает, что элементы списков можно как-то логически сгруппировать. То есть если они группируются логически, то было бы хорошо показывать и визуально, и группировку. Ну вот здесь показано, как сделать группу элементов, то есть так визуально их отобразить, чтобы они были рядышком, остальные элементы как-то от них отделялись. Индексированный список. В каких случаях он применит? Ну, например, если у вас есть список контактов, то все контакты можно проиндексировать по, например, по первой букве фамилии. И вот вывести такие разделители, которые будут говорить, здесь у нас начинаются фамилии на букву N, здесь начинаются фамилии на букву B, здесь на букву Ч. Просто показать, что у вас все элементы, во-первых, проиндексированы, во-вторых, они вот так вот разделяются на группы согласно индексам. Индексы можно использовать еще, об этом мы немножко позже поговорим. Кроме того, опять же, про список. Чтобы не нагружать навигацию по приложению, чтобы не создавать дополнительных экранов, если у вас одному элементу списка соответствуют какие-то подэлементики, чтобы не делать отдельный экран под этих элементы, можно сделать элемент списка разворачивающегося. То есть одно нажатие на него, и появляются дополнительные элементы, которые будут активны, с которыми можно работать. Еще одно нажатие на этот элемент, эти элементы срываются. Вот такой функционал тоже есть, здесь показано, как это сделать. То есть объявить просто collapsible как тип, как роль элемента. И сетка. Ну, какое важное отличие с сетки для интерфейса Tizen? Ну, то, что принято в списках прокрутка вертикально, для сеток рекомендуется прокрутка горизонтально. Ну, самый распространенный пример для сетки – это изображение, миниатюра изображений, то есть, например, для галереи, может быть, для проигрывателя видео, миниатюры видео. Давайте дальше о прокрутке еще один поговорим. То есть, вот так работает стандартная прокрутка Tizen. Что происходит? Когда вы начинаете прокрутку списка, появляется ползунок. Справа появляется ползунок, у которого, на самом деле, две важные очень цели. Первая цель – это отображение вашего текущего положения в списке. То есть, вот экран показывает кусок списка, вот какой относительно всего списка кусок показывает. А, во-вторых, показывает относительный размер вот этого вот отображаемого участка списка относительно всего списка. Ну, если прокрутка заканчивается, через некоторое время ползунок пропадает, чтобы не нагромождать интерфейс. Кроме того, если у вас список длинный, очень длинный, то, когда вы это листали до конца, ну, наверное, не очень здорово листать его обратно к началу. Рекомендуется использовать вот такую кнопочку, которая позволяет сразу быстро к началу вернуться. Ну, делается это, в общем-то, тоже очень просто. Нужно просто в описание тела приложения вставить вот эту дату scroll jump, написать true, и тогда такая кнопочка появится. сама собака. И будет сама обрабатываться. Но, если вдруг вам понадобится какой-то дополнительный функционал, какой-то хитрый способ прокрутки, если у вас какой-то собаконент обрабатывается на экране, можно вручную написать обработчик событий, связанных с экраном, сделать свою прокрутку. Ну, например, вам не хочется, чтобы пропадал элемент прокрутки, то есть если в вашем конкретном случае, в вашем приложении, удобные элементы, иметь всегда под рукой, и мало того, с помощью перетаскивания этих элементов ползвуков, делать прокрутку. Ну, можно это сделать вручную, это будет работать. И вот тот пример, который я говорил про индексирование. Как его еще можно использовать? Его можно использовать для быстрой прокрутки. И это то, что вы наверняка видели в менеджерах контактов, в списках контактов на разных способах. Справа появляется список первых букв фамилий, ну, в случае, если список контактов. И вы вот так вот, проводя по этому списку, та буква, на которую отпустите, вот список автоматически перейдет к элементам, которые соответствуют этой буквы. Ну, в случае индексирования списка, как и грамотно изказать, список перейдет к соответствующему индексу, то есть к элементам, которые соответствуют этому индексу. То есть позволяет вам очень даже большие списки прокручивать, но почти моментально. Просто выбрав нужный индекс, элементы, которые этому индексу соответствуют. Вот теперь немножко про попапы еще. Значит, попапы у нас бывают центральные, которые проявляются в середине окна. Но еще есть и не попапы, которые будут на следующем сходе, на этом сходе центральные попапы. Для чего они нужны? Если нужно, чтобы пользователь заметил какое-то уведомление, или нужно, чтобы была какая-то незамедлительная реакция пользователя. То есть пользователь, он не может продолжать работать со своим приложением, пока это попап активен. Это центральный попап. Но есть попапы вот такие, которые подразумевают контекстное меню, которое связано с каким-то элементом интерфейса. Ну, например, вот тот же случай, когда у вас есть дополнительные функции, связанные с элементом списка. Долгое нажатие на элемент списка появляется контекстный попап, который вот с такой стрелочкой указывает на этот элемент. И предлагает функции, которые связаны с этим элементом. Вот пример использования такого попапа. Элементы связаны с поиском. Ну, это строка поиска. То есть предлагается, рекомендуется ее размещать. В хейдере сразу под заголовком. Стоит это с помощью одной строки. Если вы пишете вот такой вот input с type search, и можно написать код, который этот input обрабатывает. Давайте немножко об обработке. Инпута, рекомендуемой обработке. Сейчас скажу. То есть, ну, также можно вставить не строку поиска, а кнопку, по нажатке на которой эта строка появляется в хейдере. Что важно иметь в виду? Когда вы начинаете вводить какой-то текст в этой строке поиска, правильнее всего сделать такой обработчик, который ваш контент, он освобождает от лишних элементов, то есть отображает только те элементы, которые соответствуют тому, что вы ввели. Ну, вот начинайте вводить, и у вас сразу лишние элементы отсеиваются. Остаются только те, которые этому соответствуют. И рекомендуется еще в названиях элементов подсвечивать ту часть, которая соответствует запросу поисковому. То есть отображает каким-то другим цветом. Ну, еще такие элементы есть. Это элементы управления, кнопочки, разные кнопочки. То есть и обычная кнопка, и кнопка on-off, и радио-кнопка, и чек-бокс. Ну, в общем, это стандартные кнопки, которые есть везде, и в том числе во штан-лево. Их можно вставлять в те же самые элементы списка, которые при них. Текстовое поле. Текстовое поле бывает двух видов. Это однострочное, то есть когда вы вводите, вводите, вводите текст, и если он вышел за пределы поля, будет возможность прокручивания поля вправо-влево горизонтально, либо многострочное поле. Когда вы вводите, вводите, вводите текст, он уперся в границу и начал вводиться на следующей строке. В этом случае прокрутка будет не горизонтальной, прокрутка будет вертикальной, когда у вас кончится высота поля для текста. Слайдер. Элемент, который позволяет выбрать какое-то значение из диапазона. Ну, слайдер бывает либо совсем простой слайдер, который просто позволяет выбрать значение, либо слайдер с иконками, с циферками, с текстом. Вот здесь показан пример, как такие слайдеры реализовать. Как происходит взаимодействие со слайдером? То есть вот здесь у каждого слайдера есть такой вот кружочек, который, во-первых, соответствует текущей позиции, в нем отображается текущее значение, ну и кроме того, при нажатии на этот кружочек и передаст ли он его в право в ряду, можно поменять значение. Так работает слайдер в тайне. Ну и опять же пример кода, который позволяет украсть на эти слайдеры реализовывать. Кроме того, есть элемент, который позволяет выбирать дату и время, то есть называется он picker, picker даты и времени. Ну, то есть, во-первых, он отображает, например, дату, вот для даты здесь на слайде пример. Он отображает текущую дату, при нажатии на день, месяц или год, у вас появляется полоска, которую пролистывает вправо-влево, можно выбрать новое значение. Он вставляется опять же с помощью одной строчки, дальше уже все делается само. Аналогичный способ для выбора цвета. То есть, цвет можно выбрать с помощью трех слайдов. Это оттенок, насыщенность и яркость. Так выбирается и синтезируется цвет. Прогресс, бар и еще один, который прогресс, то есть элемент, который позволяет следить за выполнением процесса. Вообще, процессы бывают двух видов. Это процессы, которые можно оценить, сколько они будут выполняться по времени, про которые можно сказать, на каком этапе они сейчас находятся и когда они закончатся. Есть процессы, про которые такие оценки сделать нельзя. Ну и, соответственно, нужно отображать и разные элементы для свежения процесса. Вот если вы можете следить за процессом, за ходом его выполнения, можно показать прогресс-бар, в котором слева направо происходит постепенное заполнение от начала выполнения процесса и до конца. И вот такой элементик прогресс использовать, просто крутящийся стрелочкой колесико, как его вы назовете, который показывает, который говорит о том, что какой-то процесс выполняется, но когда он выполнится, сколько выполнено, неизвестно. Вот последняя часть. Часть связана со стилем оформления. Давайте мы сейчас о ней поговорим. То есть, во-первых, что-то об экране. Сейчас для мобильного Тайзен поддерживаются два разрешения экрана. Это ВВГ-разрешение и ХД-разрешение. Какие тонкости здесь есть? Когда вы начинаете создавать интерфейс, если вы используете стандартные компоненты для создания интерфейса, выглядеть они будут одинаково и на ХД-экране, и на ВВГ-экране. Единственная тонкость такая, что ХД-экран, он по вытянуть ей получается. То есть, туда может чуть-чуть побольше информации лезть, и буквально на половину элемента списка. Но в целом все работает очень похоже. Вещь, которая связана с ориентацией экрана. Если вы используете портретные альбомные режимы, то когда вы работаете со списком, при повороте в альбомный режим с портретом, размер, высота элементов списка не меняется. Не нужно менять. А вот если вы работаете с сеткой, то можно изменить размеры элементов так, чтобы элементы врезали целиком. Ну, равномерно заполнялся ваш экран. То есть, те картинки, например, которые вы отображаете, и чтобы они не ломались. И кусочками не отображались. Тема. В Тайзен есть аж целых две темы. Черная тема и белая тема. Ну, темная и светлая тема. Утверждается, что темная тема лучше для OLED-экранов. Вопрос, почему? Потребляют меньше энергии. Да, то есть, OLED-экраны, они сделаны так, что они, по основному, отдельно тратятся на отображение светлых элементов. Ну, вот, по умолчанию, в устройстве для разработчиков используется темная тема. Но, тем не менее, в каждом приложении можно выбрать ту тему, которую используют, можно ее поменять по ходу дела. Ну, вот, и стандартизован набор цветов. Ну, вот, например, для темной темы такие цветов. Всего 13 цветов. На самом деле, не так и много, и, тем не менее, весь интерфейс строится на их основе. Здесь написаны цветовые коды. Соответственно, если вы будете создавать какие-то свои элементики интерфейса, лучше реализовывать их с помощью вот этих вот уже цветов. Иконки. И вот это очень важный момент. Есть такой опыт, что приложения отвергали из магазина за несоблюдение вот этих правил. Во-первых, вот это вот, особенность Tizen, иконка приложения должна быть круглая. Ну, что в этом такого, на самом деле, нет. Это очень часто используется для каких-то платформ, что все иконки должны быть одной темы. Вот в случае Tizen, они должны быть круглой. Не, на самом деле, сейчас долго пришло, что Tizen запрел колесо. Ну, ладно. Значит, круглая форма. Файл с иконкой. Это PNG-файл с прозрачным фоном, вот что вокруг круга. Размер файла. В случае иконки для приложения, в которой в пакет войдет, это 117 на 117 пикселов. Иконки, которые отправляются в магазин, приложение 512 на 512 пикселов. Кроме того, когда вы создаете иконку приложения, у вас должны быть отступы. То есть, вот он, квадратик 117 на 117, с каждой стороны должен быть пиксел, который отвечает за отступ. Ну, просто так надо сделать, чтобы, например, когда иконки отображались подряд, между соседними кружочками, было какое-то расстояние. Вот. И если вдруг вы захотите своей иконке придать видимость объема, с помощью освещения, например, то делать это строго вертикально, строго сверху добавляется свет. То есть, если вы в такой объем хотите сделать, он делается строго сверху. Ну, и еще один момент. У иконки есть граница, вот такая каемочка вокруг ее. Вот ее выделять не нужно. То есть, она должна быть такой же, как то, что рядом с этой каемочкой находится. И вот, чем это вызвано. В некоторых случаях, работа интерфейса Тайзен, эти иконки подсвечиваются. Иногда они подсвечиваются с помощью такой каемочки. И вот, если вы создадите каемочку на своей иконке, это может вести пользу для заплуждения, какая иконка выбрана в данный момент. То есть, вот это, на самом деле, такие важные требования, которые никто соблюдает. Ну, иконки бывают не только снаружи приложения, не и внутри приложения бывают. То есть, вот в стиле иконок Тайзен 2D что важно иметь в виду? Что каждая иконка должна поддерживать три состояния, которые соответствуют состояниям элемента, содержащего эту иконку. То есть, это обычное состояние, это состояние, когда они ее нажимают, и это состояние, когда они не активны. Например, то есть, DIMMAT. Состояние DIMMAT. И если вам вдруг не хватило стандартного набора иконок, которые предлагает Тайзен, вы можете реализовать свои, это допускается, но нужно использовать такие рекомендации, связанные с цветами иконок, которые вы рисуете, и связанные с эффектами, которые вы применяете для этих иконок. Ну, кроме того, здесь иконки, которые используются в элементах списков, они могут быть и круглые, могут быть и квадратные. Здесь все очень похоже, то есть, три состояния. Для каждого состояния, если вы реализуете свои иконки, есть свои рекомендации, связанные с цветами, эффектами. Ну, кроме того, здесь еще один комментарий, что рисунок этих иконок, он должен располагаться в центре. В центре самой иконки. Типографика. Это шрифтар. Специально для Тайзен был разработан шрифт Тайзен Сенс, у которого два начертания, обычное и полужирное, и у которого стандартизованы размеры. Стандартизованы пять размеров, от маленького до гигантского, вот с такими вот пиксельными значениями. Сколько пикселов соответствует каждому размеру. И, например, применение шрифта, то есть основной текст на темной теме, он белый, белый, но при этом обычный, то есть не полужирный. А подписи делаются серыми, но полужирными, чтобы их можно было лучше разглядеть. И вот буквально сам последний пункт реакции на нажатие. Ну, что это означает? Что если пользователь работает с вашим приложением и нажал на камеру, он должен быть уверен, что его нажатие было обработано, что что-то произошло. Потому что, если он не увидел, что что-то произошло, он снова нажмет, он снова нажмет и опять нажмет. Вам нужно его как-то оповестить. Ну, как можно сделать? Либо звуком, либо вибросигналом, либо цвета поменять, ну, опять же, поменять состояние какой-то кнопочки, на которую он нажал. Важно иметь в виду, что пользователя нужно оповещать. Ну, здесь такой основной посыл, который важно запомнить. Ну, в общем-то, все. Вот здесь вот ссылки, то есть, где это руководство есть полностью и хорошо описано на английском языке, на сайте Tizen.org, где сейчас есть его частичный перевод, который в итоге потом тоже будет на Tizen.org на сайте Майя Москва. И пример веб-приложения. То есть, еще раз, у вас Tizen SDK, есть набор приложений, среди них есть веб-приложение Tizen WinCell. Что это за приложение такое? Оно содержит просто очень большое количество различных примеров построения интерфейса. Вы вот, посмотрев это приложение, можете найти то, что нужно вам, открыть исходники и оттуда перенести опыт разработки в свои приложения. Вот. Очень полезное приложение, на самом деле, рекомендую посмотреть. Вот те примеры, которые я вам в этой презентации показывал, они во многом были основаны, во многом был перенесен опыт разработки вот этого приложения в мою презентацию. Ну и все. Спасибо за внимание. Я сейчас пока еще могу говорить, буду рад ответить на ваши вопросы.